Девушки отдыхают Но одно точно останется неизменным Это наше время Время Тинц Слушай, а у тебя есть какое-нибудь любимое место в городе? А тебе какого характера нужно? Поесть, погулять, потусоваться, посмотреть выставку? Да знаешь, просто хочется познакомиться с каким-нибудь новым пространством Так в чем проблема? Каждый эфир мы будем знакомить вас с интересным и необычным местом нашего города Для вас наша рубрика «Точка доступа» Добрый день, дорогие друзья! Мы хотим приветствовать вас для открытия первого самарского семейного каворкинга Семейный каворкинг, такого еще не было Чтобы мамы, папы, занимаясь на семинарах, на тренингах, на деловых встречах При этом могли оставить своих детей спокойно под присмотром профессиональных наставников Здесь, я так понимаю, у нас анимация, видеонаблюдение, занятия Здесь настолько уютно, домашняя обстановка, что у меня вот сегодня дети там в детской комнате Пока мы здесь общаемся с мамами, абсолютно внедрились тут же в ситуацию Они чувствуют себя комфортно, практически как будто мама рядом, как будто мы находимся дома Я считаю, что идея очень классная, очень здорово и полезно будет в Самаре Я считаю, что у нас есть теперь такой центр, где дети с родителями могут быть вместе, не различаться в рабочее время Мне понравилось, мне честно Мы весело играли с тобой, да? Мне тоже понравилась Машенька Настоящая принцесса Очень понравилось, потому что здесь есть детская комната и есть мероприятие А у нас в гостях руководитель первого самарского семейного каворкинга Белогубец Ольга Мы слышали, что в Самаре открылся первый семейный каворкинг Расскажите, пожалуйста, что это такое? Это не просто обычный каворкинг, это место, куда родители приходят вместе со своими детьми И пока мама и папа могут спокойно поработать, отдохнуть, почитать хорошую книгу, посмотреть фильм Их дети находятся под наблюдением профессионального педагога Есть также занятия для всех членов семьи, мастер-классы и фитнес-тренировки Что побудило вас создать такое пространство-гибрид? Идея на самом деле возникла не просто так Находясь уже полтора года в декретном отпуске и все больше погружаясь в этот дворот Каких-то домашних забот, связанных с воспитанием ребенка Мне просто как глоток свежего воздуха нужно было место, где я просто могла бы прийти в удобное для меня время И пару часов уделить себе, но при этом оставаться рядом с дочкой А как же детские клубы? Их же в Самаре очень много К сожалению, детские клубы не предполагают нахождение мамы И к тому же они имеют не очень выгодные условия оплаты, я имею в виду там абонементы Частные детские сады не подходили по тем же причинам К тому же возникал дополнительный дискомфорт от разлуки мамы и малыша Найти хорошую няню на непостоянной основе практически невозможно, это дорого И тогда мы с моим другом, который находился в аналогичной ситуации Решили сами создать такое пространство для таких же, как мы, мам и пап, которые не хотят выпадать из жизни Они хотят быть активными, но при этом хотят быть рядом с ребенком Расскажите, пожалуйста, как создавалось данное пространство? Так как никакого опыта в организации подобного пространства у нас не было Мы создали страницу в Инстаграм и выкладывали все процессы стройки А наши, так сказать, потенциальные потребители писали в комментариях, что они хотели бы видеть Это нужно было для того, чтобы создать максимально комфортные условия в нашем каворкинге Как для детей, так и для родителей Сегодня состоялось уникальное явление Открытие первого семейного Самарского квартала Вообще каворкинги — это достаточно распространенное сегодня явление, которое набирает все большую популярность У вас есть детская игровая комната с няней А что вы предлагаете для детей старшего возраста? У нас проходят различные мастер-классы для детей школьного возраста Сейчас в качестве партнеров мы пригласили первую Самарскую медиашколу ТВ-Радио Китс И детский музыкальный театр Искорки Который проводит подготовку солистов по направлениям вокал, танцевальная гимнастика, хореография и актерское мастерство Но мы готовы к сотрудничеству совершенно в разных сферах деятельности Для того, чтобы у наших гостей был как можно больше выбор, чем заниматься и в какой сфере себя проявить А если вы хотите узнать, как попасть в это клевое место, то смотрите информацию далее Роллы или пицца? Это что, битва любимых продуктов? Нет, это я выбираю, что заказать Знаешь ли, есть хочется? Хочешь, я познакомлю тебя с крутым сервисом доставки здоровой еды? А почему бы и нет? Андрей, скажите, почему в наши дни продукты здорового питания приобретают большую популярность? Так как в продуктовых магазинах на прилавках больше химии, чем в магазинах хостоваров Поэтому в наших продуктах химии нет У нас здоровое питание и поэтому рекомендую питаться правильно Спасибо, мы обязательно к вам прислушаемся Почему именно вегетарианская кухня? Это дань моде или есть какой-то глубокий смысл? Да, конечно же, это модно, безусловно Но это еще очень полезно, действительно полезно Это очищает организм, это приводит в тонус, это добавляет энергии Поэтому кроме моды здесь еще, конечно, важный фактор полезность данных продуктов и данных блюд С какими распространенными слухами вы сталкивались о веганстве? Я как начинающий вегетарианец сталкивалась, естественно, с первым слухом номер один О том, что это секта Нет, друзья, это, конечно, совершенно никакая не секта Это просто призыв к тому, чтобы питаться правильно, выглядеть хорошо, выглядеть красивыми, свежими И второй слух о том, что не будет энергии Вот от мяса я откажусь, все, силушки у меня не будет богатырской И где-нибудь я там завалюсь в обморок Совершенно это не так Энергии и сил у меня стало еще больше Чувствую себя великолепно и прекрасно Это очень интересно Расскажите, пожалуйста, что представлено в вашем меню? Да, у нас более 130 наименований блюд Это пицца, роллы, супы, вторые блюда, бургеры, разные сладости Есть у вас какие-то эксклюзивные рецепты, на что стоит обратить внимание? У нас более 30% эксклюзивных блюд, которые вы не встретите нигде в Самаре и не только Ух ты, меня это очень заинтересовало, хочется попробовать А как насчет сладкого? Что входит в состав веканских десертов? Девчонки, да, меня тоже волновал этот вопрос Но без сладкого мы, конечно же, не обойдемся Сладкое есть только из полезных продуктов Вместо шоколада используется какао натуральное А вместо молока используется кокосовое масло Для кого подходит такая система питания? Хватит ли школьникам, спортсменам, людьми с большими нагрузками, калорийности продуктов? Такое питание подходит абсолютно всем Скажите, как у вас дела с контролем качества? С контролем качества у нас все очень даже хорошо У нас есть также контроль закупки То есть мы проводим проверки наших поваров на качество и стандартов нашей компании А также у нас есть тайные покупатели Сегодня уже много раз прозвучало слово здоровый, экологичный и так далее Поэтому я не могу не спросить про упаковку Все чаще люди стали отказываться от пластика, выбирая только самые экологичные товары Во что упакована еда при доставке? Мы используем экологичную упаковку Упаковки и хранения наших блюд Также я знаю, что разрабатывается многоразовая упаковка И вообще обязательно сократится выброс мусора с экологически правильной едой Если вы уже прогадались, то не пропустите следующую информацию ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу, сбилась! Я у мамы гуманитарий Что, женихов считаешь? Да пытаюсь разобраться, сколько лет один театр радует нашу губернию своим творчеством Короче, смотрим! В этом году у нас прошел спектакль Я в нем была главным героем Мне очень понравилось Я побывала как в роли танцора, так и в роли главного героя В этом году прошла премьера нового спектакля «Наш дом, земля», в котором я играла главную роль Мне очень нравится, это предоставляет большую честь играть на разных площадках города Желаем вам хорошего настроения и приятного просмотра Наш дом, земля, и все мы в нем герои Творим судьбу, рисуем, создаем И от того, как мы себя ведем порою Зависит мир и то, чем мы живем У-у-у! Я считаю, что спектакль у нас на очень актуальную тему Тема экология, проблема загрязнения планеты И каждый раз после всех наших выступлений Мы, главные персонажи, выходим в фойе, там горящие глазки Дети, естественно, загораются с желанием как-то помогать природе Содержать все в порядке Я считаю, это самое главное И свое главное назначение спектакль выполняет Я думаю, что проблема человеческого эгоизма Она актуальна И этот спектакль поможет детям осознать, что хорошо, а что плохо Как прекрасен наш Не снаружи, нет, а внутри И этот спектакль поможет детям Я даю вам фиолетовый цвет Надеюсь, всем зрителям он очень понравился Я считаю, что эта тема очень актуальна в наши дни Мы должны любить планету Ведь другой подобной нету Мы дети Индига, мы землю спасем Зло победим и мир обретем Браво! Мне больше всего понравилось, как они побеждают Заполучали цвета Ну, спектакль Мне понравилось, когда Спасли солнце Мне очень понравился театр Потому что там говорили про то, что нужно помогать природе Природу надо уважать Не засорять, не обижать Земля для нас родимый дом Всегда пусть чисто будет в нем Мы желаем нашим зрителям Счастья Радости Здоровья И, конечно же Хорошего Настроения Давайте пригласим в студию нашу гостью Катя, ты принимала участие в телевизионном проекте «Крылья таланта» Стала дважды золотым призером в номинациях «Сценическое искусство» и «Блогинг» А также дважды являешься бронзовым призером в номинациях «Хореография» и «Моделинг» Скажи, пожалуйста, что для тебя было самое интересное на проекте? Для меня самое интересное было все Я и пела первый раз, много разных стилев научилась танцевать Слушай, Катя, когда у тебя были «Крылья талантов», ты вела свой влог Продолжаешь ли ты его вести до сих пор? Собираюсь его вести много, но только с помощью мамы Мы выкладываем разные фото, видео с моих выступлений А какой совет ты могла бы дать начинающим артистам? Когда ты выходишь на сцену, не надо волноваться, надо выходить уверенно А чтобы выходить уверенно, надо больше повторять свой номер Каждый день по несколько раз Сегодня ты подготовил для наших зрителей номер Скажи, пожалуйста, что это будет? Это будет стихотворение «Агнеоборто медвежонок невежа» Тогда мы приглашаем тебя на нашу импровизированную сцену Агнеоборто медвежонок невежа Был сынок у маменьки, медвежонок маленький Маму было фигурою в медведицу бурую Уляжется медведица под дерево в тени Сыны рядом присоседятся, и так лежат они Он упадет, ах, бедненький, его жалеет мать Умнее в заповеднике ребенка не сыскать Сыночек дисциплины совсем не признает Нашел он мед пчелиный и грязные лампы в мед Мать твердит, имей в виду, так нельзя хватать еду А он как начал чавкать, измазался в меду Мать за ним ухаживай, мучайся сынком Мой его, приглаживай шерстку языком Родители беседуют, мешает он беседе Перебывать не следует взрослого медведя Вот он примчался к дому и первый влез в берлогу Медведю пожилому не уступил дорогу Вчера пропал куда-то, мамаша сбилась с ног С ерошиной лохматой пришел домой сынок И заявляет маме, а я валялся в яме Ужасно он воспитан, всю ночь ревет, не спит он Он мать изводит просто, тут разве хватит сил? Пошел сыночек в гости, хозяйку укусил А медвежат соседки столкнул с высокой ветки Медведица бурая, три дня ходила хмурая Три дня горевала Ах, какая дурая, сынка избаловала Советоваться к мужу медведица пошла Сынок-то наш все хуже, не ладятся дела Не знает он приличий, он дом разрушил птичий Дерется он в кустах, в общественных местах Заревел в ответ медведь Я при чем, тут женка, эта мать должна уметь влиять на медвежонка Сынок, забота ваша, на то вы и мамаша Но вот дошло и до того, что на медведя самого, на родного папу Мишка поднял лапу Отец сердитовое, отшлепался рваться На дело заживое, как видное отца А медведица скулит, сына трогать не велит Бить детей недопустимо, у меня душа болит Не лады в семье медвежий, а сынок растет невежий Я знаю подослышки, и люди говорят Что такие мишки есть среди ребят Молодец! А вы, наверное, сидите и не заумеваете Зачем это дети полезли в телек? Что они вообще не забыли? Да и что они могут рассказать? Только своих интернета сидят, лайки собирают О, вот сейчас было очень похоже на моего папу Шучу! Папочка, люблю, целую Дочь на работе, никаких интернетов Ну а если серьезно, то мы уверены, что в нашем городе И даже далеко за его пределами Живут умные, мудрые и рассудительные дети и подростки И каждую неделю мы будем знакомить вас с такими ребятами Сегодня, кстати, к нам в гости пришли настоящие красотки Участницы первого самарского реалити-шоу «Крылья таланта» Давайте знакомиться, прекрасно проводить время и болтать обо всем Время тинц, если точнее Арина, мы знаем, что несмотря на твой юный возраст У тебя уже много побед и достижений А скажи, пожалуйста, с чего начинался твой творческий путь? С двух лет я смотрю передачу «Голос» И вдохновляюсь выступлениями детей И пел в свой огрушечный микрофон В четыре года родители меня привели в театр «Искорки» Где я занимаюсь вокалом в ансамбле и сольно С моим любимым преподавателем Рубан Мариной Алексеевной В настоящее время что ты считаешь своим главным достижением? То, что я полюбила сцену, а сцена полюбила меня Слушай, а расскажи какие-то смешные истории, которые были в твоей творческой карьере Этим летом я выступала, и мне включили не ту фонограмму И мне пришлось симпровизировать Ее нельзя было ни остановить, ни поменять Не знаю, что думали зрители, но они хлопали, как старались И меня поддерживали Мы знаем, что сегодня ты приготовила для нас музыкальный подарок Что же это будет? Это будет песня «Нон-стоп» Она очень зажигательная И я хочу вам подарить хорошее настроение Ху-у-у-у-е-е-е-е Ху-а-у-о-у-о Ху-у-у-е-е-е-е Мне не важно за окном, время дня Ускорители реактивны внутри меня Не могу я ни минуты стоять Люблю танцевать, хочу танцевать, о-е Все равно опять популировка От энергии моей И танцпол, ну-ка, попробуй ловить душенье и тьма Детей добавляй, я такая нон-стоп Я такая нон-стоп, я такая нон-стоп Поднимаю нон-стоп, нон-стоп Все мистерения, дон-стоп, все мистерения, дон-стоп Ты попробуй нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп Ускорительность у меня, ты узнай На мою волну настрой, твой пристань Не могу я ни минуты стоять Люблю танцевать, хочу танцевать, о-е У меня такая нон-стоп, я такая нон-стоп Унисон мое сердце с ним звучит Ну-ка, попробуй ловить душенье ритма Дидей давай сбегай, я такая нон-стоп Я такая нон-стоп, поднимаю нон-стоп Нон-стоп, нон-стоп Настоение, дон-стоп, все движения, дон-стоп Ты попробуй нон-стоп, нон-стоп В свободе навстречу сделай один шаг Ты будешь, как ветер, со мною так Нон-стоп Смгновенье, и нет притяженья Лети, свое выраженье в танце найди Танцевать, дон-стоп, все движения, дон-стоп Я такая нон-стоп, поднимаю нон-стоп Я думаю нон-стоп, нон-стоп Смгновение, дон-стоп Я движение, дон-стоп И попробуй нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. Это получать удовольствие, знакомиться с новыми и интересными людьми. Отлично проводить время. Особенно, если это время Тинт.